Погодные условия в Ненецком округе напрямую влияют на сроки ремонта дорожного полотна. В регионе только 27% дорог из запланированных уже покрыты асфальтобетоном. Это связано с погодными условиями, потому что у нас по улице Полярной мы ловим окна, и в окна укладываем асфальт, когда позволяет погода. Дождливую погоду мы асфальт не укладываем, потому что это скажется на качестве укладки. Участок дороги на Полярной улице уже практически готов. Планируется, что завершат работы здесь в ближайшие выходные, но все опять же зависит от погодных условий. После завершения работ на Полярной подрядчик приступит к реконструкции дороги по улице Ленина. Идет реконструкция автомобильной дороги по улице Ленина на участке 60 лет СССР до улицы Рыбников. Это 490 метров, в соединенной канализации. Туда у нас подрядчик для укладки асфальта выйдет после того, как и закончится работа по Полярной. На дороге на Ренмар поселок Искатели также продолжается реконструкция. Помимо реконструкции городских дорог в округе продолжается строительство автомобильной трассы на Ренмар-Усинск, которая свяжет труднодоступный регион с большой землей. Завершение строительства жителей региона ждет уже не одно десятилетие. Круглогодичная доступность Ленинского округа позволит улучшить качество жизни северян и снизить стоимость продуктов питания. В Ленинском автономном округе в этом году реализуется строительство автомобильной дороги на Ренмар-Усинск. 4-6 километра в настоящее время на заключение соответствий и готовится к воду. 12 километров дороги будет введено до конца года, где-то ориентировочно на ноябре месяца. Всего на строительство дороги на Ренмар-Усинск выделено порядка 6 миллиардов 630 миллионов рублей, 80% из которых уже освоены. Но это не единственная волнующая жителей тема. Вызывает достаточное количество вопросов ремонта лесозаводского моста. Работы на объекте вроде бы и начали пару лет назад, но практически сразу же и остановили. Идет капитальный ремонт мостового сооружения через лесозаводскую курью. 15 сентября туда подрядчик должен выйти и должны прийти трубы для продолжения строительства объездного моста. Напомню, ремонтные работы на мостовом сооружении были приостановлены из-за ошибки проектной организации. К сентябре этого года работы возобновят. По контракту работы на объекте должны завершить до конца следующего года. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.